здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко мы продолжаем рассказывать вам о самых интересных событиях которые происходят городском округе люберцы одно из них летом это всегда выявления и выпускников школы лицея гимназии которые по разным предметам по егэ смогли набрать целых 100 баллов и один из них это андрей назарянцы выпускник лицея номер 12 городского круга люберцы которому улыбнулась удача или знания улыбнулись и он смог набрать 100 баллов по экзамену который был связан с русским языком верно ягода все правильно андрей расскажите пожалуйста а что в этом экзамене вообще какие были вопросы что какие были скажем трудности но вам казалось вы вряд ли ответить правильно было две части первая часть это тесты там всякие задания пару запятую поставить ну да типа запятую буковку вставить который и ошибку либо там исправить а вот провокационные тесты короче говорить как можно сделать а вторая а вторая часть сочинения то есть был дан текст надо было определить его проблему и написать по нему сочинение какая у вас проблема была проблема была ну там каждый человек сам свою проблему ставит то есть по одному тексту можно поставить там три-четыре проблемы и ну проблема же каждый человек может сам сформулировать по-разному вот я сформулировал проблему по моему вечного искусства то есть ну то есть там был дан текст про то что вот некоторые люди считают то что классическая музыка там пушкин ну литература до пушкин там вот вся классика вот это она вымирает но на самом деле это не так и вот встречное искусство вы попытались убедить читающих ваше сочинение что кстати это действительно не так как вы считаете но наверное да в принципе ну то я пушкин наши все пушкин наши всегда а гомер но он же не русский он там греческий поэт да но вы именно по русскому искусству до писали сочинение ну да да ну нет я в принципе искусстве целом вот но я и говорю за этому дать вечный спор классики до модернисты и тогда это модернисты становятся классиками так далее и тому подобное но русский язык говорят один из самых сложных в мире верно вы переживали вы были уверены что наберете 100 баллов или рассчитывали на некий другой результат ну честно говоря вот после нового года у нас был пробки и я набрал 69 баллов чего-то ну вот там запятую поставили да в принципе но структура экзамена была незнакома вот и ну я как-то вот как будто первый раз сел и решал поэтому так мало ну для меня вот и ну я понял то что надо мне для поступления гораздо больше баллов нужно было я пошел к репетитору начал заниматься и вот когда я прозанимался с ним уже какое-то время вот я ну рассчитывал на наверное где-то 85 и более там баллов вот где-то 2 100 ну 90 и более да но когда я увидел вариант я в принципе понимал что это скорее всего если не 100 то там 96 98 потому что вариант был в этом году проще чем до это да но видимо может быть связано с пандемией не знаю скорее всего хорошо а по другим предметом как у вас дела ну вы еще сдавали профильную математику сдавал у меня 92 балла и 8 там 8 неправильно что решили ну там я невнимательное задание прочитал и решил другую задачу поэтому три первичных баллам не сняли и но это соответственно где-то 6 старичным считаю что почти 100 любом случае ну ну для для нас да для вас вы там свои какие-то до подсчеты так и еще что физику сдавал физику 88 я не я недоволен собой а что случилось трудная задача ну да но в любом случае согласитесь 80 92 до и 100 это очень хороший результат и возникает вопрос а вот просто проскочила я еще информатику сдала информатику туного результатов нет пока пока нет проскочила профессия под названием репетитор да реально или понимаю что при очень хорошей работе во первых ученика при хорошей квалификации преподавателя то есть учителя при вы не знаю там более менее нормальных учебниках о них тоже очень часто говорят все равно наверное времени не хватает для того чтобы подготовиться к этому самому единому государственному экзамену и в общем-то многие вынуждены все-таки пользоваться до услугами репетитор ну да потому что для подстраховки нужен ну все равно в школе же мы проходим программу а экзамен но этот по программе конечно но там же какие-то определенные структуры у него вот какие-то нюансы есть то есть ну ловушки какие-то вот на которые стоит обратить внимание и ну нет времени для этого для изучения вот этой этих всех моментов в классе поэтому ну скорее всего вот а много ребят и пяти с репетиторами занимались у нас в классе ну на половину точно с половиной точно по русскому а как вообще результаты в классе у вас еще высокие высокие да ну стоп по русскому больше нету есть то есть в один единоличный лидер вот так получилось да вот ну есть у кого 98 то есть совсем чуть-чуть не хватило не повезло вот ну какие-то досадные ошибки они допустили в 2 балла я конечно хочется 100 когда стояне другой системе жили да вот поэтому трудно представить ваши переживания но вас теперь жду другие переживания все-таки вы же будете поступать и куда планируете подавать документы я хочу выше школы экономики то на факультет кибербезопасности скорее всего либо программной инженерии вот кибербезопасность это интересная вещь знаете как с одной стороны можно заниматься безопасностью с другой стороны можно забрать заниматься обратным процессом правильно ну да ну вот сегодня мы же прекрасно понимаем что вся наша жизнь так или иначе переносится в интернет даже ваше образование дамы как там я вот уже преподавателем работу мы прекрасно понимаем что мы все время находимся где-то вот внутри чего-то и стоимость даже не денежная до человеческая стоимость информация сегодня очень дорога да вы хотите вот этим заниматься поэтому информатика для вас на на профиль надо будет да и куда будете поступать но я попонял в один только до вуз или нет нет еще в мфты и буду наверное подавать в бауманку вот в мгу возможно но не факт дано физика вас будет тяготить конечно дневной баллов скажет уж что ж так ты 80 баллов ну да хорошо вот я всем задаю вопрос выпускникам с которыми мы общаемся вот сегодня вы стоите перед серьезным выбором да я вот сейчас даже и не помню всех тех переживаний но я все равно зафиксировал своей какой-то жизни вот этот момент перехода из школы в высшее учебное заведение потом будет много других вопросов и так далее вот если бы была такая возможность она есть у нас вот сегодня вам обратиться к вам же но спустя 20 лет чтобы вы пожелали себе чтобы с вами было через 20 лет чтобы вы сказали с сегодняшнего возраста дача и сохранится вы же раз видеть вот здраво жить вот ну не знаю как жизнь повернется может там ну всякое может случиться я не могу наперед загадывать ну чтобы вот вы хотели от жизни как вот молодой человек там работа семья вот до работу найти вот какую-то чтобы был стабильный заработок вот ну и вот какое-то дело по жизни вот которыми я смогу заниматься и она мне будет нравиться пока что все а семья я пока не задумывался задумывая но в принципе не против был наверно да манка рано до 3 сразу до рано конечно поверьте как только вуз поступить это все очень быстро проходит а вы будете заключать договор какой-то и или на целевое этого нет скорее всего просит выступать есть еще одна такая история бюджетные небюджетные места сейчас это даже не совсем хлама относится все таки у вас хороший бальный показатель но как вы считаете это справедливо что все таки сейчас вообще отвлечемся да в вузе например некоторых вузов бюджетных мест там не знают три процента 10 процентов от платных ну не знаю смотря какое наверное направление вот и ну три процента там же может быть условно там десять тысяч человек вот из них три процента это уже но не так мало ну наверное не совсем справедливо потому что но не все люди богаты не могут себе позволить за при этом но вот и а значит система егэ говорит вот раз сдал плохо играю значит ты не очень умен не говори не едино бюджетное плати хочешь учиться плати хотя ошибка может быть чек может принервничать для обноваться но у внимательность но у вас по крайней мере ситуация хорошая я уверен что у вас все получится теперь скажите пожалуйста вот вы собираетесь заниматься киберзащитой на то есть я так понимаю что вы человек который в интернете хорошо разбирается сегодняшний но более-менее да да не скажу что прям хорошо да что-то связано может быть с какими-то но существованием интернета несколько вопросов как вы считаете вот я тоже сдавал его можно ли назвать вас поколением интернета то есть людьми которым проще общаться с машиной или общаться с человеком через машину нежели общаться друг с другом вот так в реальной жизни ну конкретно мне в принципе наверное без разницы но если говорить в целом то ну мы привыкли уже к этому то есть мы родились когда вот это все зарождалось и мы с этим росли и наверное да нам проще вот как-то через компьютеры вот через интернет все то есть коммуникацию можете сидеть с человеком рядом и общаться с ним нереально а прям чуть-чуть не лежать не задумываясь знаете как по ватсапу там или по вайберу общаться нет это странно немножко он нет нет уже перед тобой сидит то есть я к чему говорю молодое поколение сегодняшняя которая вот приходит выше учебное заведение совсем скоро вы уже будете руководить да вы будете заниматься но изменением той жизни в которой надеюсь мы еще будем продолжать тоже как-то жить а не существовать вот каким вы видите свое будущее как чего бы вам хотелось помимо добиться в профессии но какая должна быть жизнь жизнь чтобы всем хорошо было все сыты все все хорошо против всего плохого но тогда это звучит так до человека явное мнение в политическом скажем так направлении еще такой один вопрос последний те ваши преподаватели которые они наверное довольны были несмотря на то что репетиторы и так далее они как-то вам что-нибудь сказали там молодец спасибо вроде да вроде ну там не очень история вообще с преподавателем но по-разному бывает складывается да 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 по-разному но в любом случае у вас есть ощущение что кто-то все-таки повлиял на вашу жизнь все-таки было много классов до целое десятилетие которым может быть вы спустя времени скажете спасибо есть такие но учителя а учителя вот моя классно руководительница шевернева анна александровна вот ну и как класс и руководитель очень хорошая и ну как учитель математики тоже вот подготовила меня спасибо ей вот ну учительница по информатике тоже вот есть спасибо инга евгеньевна вот вот видите уже хорошо а спустя еще какой ну и вообще в принципе все учителя им спасибо вот уже понимаете из этой школы а ну вот я еще другой чудо да вы же понимаете что самое любопытное что вам кажется что вы закончили там лице и ушли ну как бы воспоминания а очень важно преподавателям учителям которые потом наблюдают за вашими успехами когда они видят что вы состоялись насколько им будет это приятно вот даже если вы уже забудете как их зовут такой вариант тоже не исключен андрей назарянц выпускник лицея номер 12 городского округа люберцы человек который набрал 100 баллов по русскому и в общем-то по всем егэ у не очень хорошие результаты мы желаем вам успешного поступления а после небольшой паузы еще одна героиня этой выпускной поры будет здесь у нас в студии открытого диалога напомню что эта программа открытый диалог продолжаем вас знакомить с выпускниками этого сезона можно так сказать которые смогли набрать 100 баллов по разным экзаменам а именно по единому государственным экзаменам по разным направлениям в данном случае речь идет о химии 100 баллов по химии смогла набрать выпускница лицея номер 12 городского округа люберцы алина карелина здравствуйте алина здравствуйте но можно до нашей записи до встречи переговорили на эту тему но русский язык понятно математика понятно физика даже понятно но химия это мне кажется для меня может быть я какой-то особенный всегда было таким сложным предметом тут такая маленькая хрупкой 100 баллов как удалось вообще любой химический закон поддается логике и я для себя поняла что игрой нельзя решить если только учишь ты должен понимать химию то есть ты должен понимать логику действий логику химических реакций и даже если попадется новая формулировка как у меня случилось на экзамене задача попалась нового формата и я смогла ее решить было сложно но я применив свою логику химическую смогла все решить то есть логика всякие пресс не всегда казалось что логика из физики но тем более в математике а вот химии эти формулы эти моли что там еще уже не помню мне казалось что там как раз логика это отсутствует там каким другим способом это сидит вообще нет на самом деле любые химические реакции какие-то взаимодействия они поддаются всегда логике и там есть особый принцип взаимодействия вам на его понять а потом все становится ясно погрузиться в это а когда вы поняли что ну не то что вы егэ сдадите да там на 100 баллов а вы поняли что химия это ваше призвание потому что алина собирается в этом направлении дальше трудиться когда вдруг пришла такой тем более химии не с первого класса у нас преподается да вообще я поняла с девятого класса я в девятом тоже сдавала химию и я очень упорно занималась девятом классе хорошо тоже сдала у г на 5 и я поняла что мне в принципе интересно почему допустим в мире у нас происходят такие процессы почему какие-то вещества могут иметь такие свойства другие такие то есть меня в принципе это заинтересовало тогда один вопрос дополнительные ки г как вы считаете не вопрос мысли на знания она размышления не сталкиваемся ли мы с тем что естественные реальные вещества постепенно и довольно таки быстро заменяются искусственным можно это проследить в какой-то степени здесь тоже можно с разных сторон рассмотреть вопрос какой ты степени это имеет опасность допустим когда у нас много химии в продуктах с другой стороны химия может дать много возможностей то есть искусственные вещества позволяют допустим при операции совершить какие-то наисложнейшие операции спасти человека поэтому здесь в принципе вопрос он больше такой его можно с разных сторон рассмотреть ну наверное как и любой такой вопрос до знания образования понимания просто сколько кстати с вами вместе сдавала экзамен по химии вообще у меня из класса сдавала наверное человек 78 в принципе тоже хорошо сдали ребята кто-то на среднем уровне но им этого достаточно то есть вообще все молодцы все старались очень сам экзамен проходил очень в такой спокойной обстановке достаточно все меры видные инфекции были соблюдены то есть химия была соблюдена я почему спросил сколько потому что мы поэтому русский язык режешь обязательный да у нас а есть по предметам то есть не было такого там чтобы 20 человек очень хотела химия то есть это все-таки кай при всей глобальности направление узкая по крайней мере для ученика но я бы сказала что именно в нашем лицее химия достаточно много человек сдают потому что у нас очень сильная химия в лицее и в принципе нас нам дают все знания чтобы сдать экзамен хорошо понятно алина с вами так интересно сговорить я даже забываю что вы выпускница такое ощущение что вы уже закончили вуз по химии куда будем поступать чем будем заниматься имени менделеева так это профильный химический вуз так и что это за будет у вас когда вы завершите образование по окончании я получаю несколько профессий несколько специальностей то есть там уже как я выберу в дипломе будет указано химик и учитель химии то есть химик это очень обширная сфера я могу работать на каком-то предприятии химическом могу работать в лаборатории то есть там же что больше понравится но тут тоже вопрос выходящий за рамки просто вот встречи с выпускницей мы же знаем об огромном количестве химических катастроф до есть катастрофы природного характера когда мы ничего от нас с вами не зависит и мы даже не предполагаем что с нами может произойти а есть ситуация когда ладно по халатности тут говорится уголовное дело тут никуда не денешься а иногда просто от незнания тем более если мы возьмем историю химии историю всевозможных предприятий дома строили из не тех например ну скажем из того камня который потом оказался химически вредным и так далее ну и так далее и тому подобное вот есть у вас ощущение что вы еще хотите заниматься химией для того чтобы может быть уберечь нас как-то от этого вообще да именно поэтому мне интересно изучение самих свойств веществ возможно это даст большие перспективы в будущем то есть какие-то новые совершенно материалы проводники то есть химия с физикой тоже достаточно связаны по поводу опасности химии я думаю что современности уже этот процент снижается потому что у нас есть компьютерные всякие исследования компьютерной графикой то есть мы можем предугадать какие-то допустим взрывы или нагрузки на сеть но мы же понимаем что чернобыль по-прежнему может произойти то есть в принципе любой процесс у него есть вероятность что он произойдет тогда в этом контексте вопрос а вам не страшно в этом направлении идти если вы будете например заниматься во первых есть еще и закрытые предприятия которые работают на оборонную промышленность или если не на оборонную и даже может быть не в россии вдруг так жизнь распорядиться что вы где-нибудь будете за границей работать но все равно в сфере где одном неправильное движение не ваше а другого коллеги и все ну в любую готовы к этому да я думаю в любой профессии все несут ответственность друг за друга за своих коллег и поэтому все знают на что идут то есть у них есть общее дело общая цель и они хотят делать мир лучше я помню что эмблемой алхимиков был дракон который пожирает свой хвост насколько мне память не изменяет а вот вот как вы считаете химик человек химик физик человек который занимается изменением мира то есть он как бы вступает в борьбу в хорошем смысле не в борьбу соревнования с природой да там помните орошение земель еще чуть прокладывания каналов проложили а потом где-то затопило так далее и тому подобное то есть имеет ли право человек существенно менять вторгаться вот в это на эту территорию природы вообще я считаю что мы должны максимально беречь нашу природу наши земли и поэтому химия можно изучать химию в плане экологии то есть это сейчас тоже достаточно перспективное направление потому что если мы будем нерационально использовать наши ресурсы то это приведет к пагубным последствиям последний вопрос не включение что вступительные экзамены дополнительные а как вы считаете мы можем полностью очистить планету от нехорошей химии или уже нет я думаю уже нет потому что какие-то вещества настолько глубоко в слоях земли настолько уже были совершены какие-то ошибки на предприятиях что все таки до конца мы не сможем от этого избавиться но мы можем изменить то что имеем то есть хотя бы в какую-то сторону сдвинуть в лучшую сторону хорошо у меня такой вопрос а теперь уже вернемся к нашему лицею вот как вы считаете что вам прежде всего вы выпускница до вас такой сейчас еще вроде бы вот здесь за плечами лицея все эти дни потом эти экзамены плюс этот пандемийный год который плавно переходит во второй год к сожалению вот и дальше вот немножко неизведан понятное но неизведанное что будет дальше вот что лицей сделал для вашей жизни лицей я проучилась всего два года но лицей дал мне очень много хороших друзей у меня лучшая подруга из лицея лицей научил меня как-то планировать свое время все равно стараться даже если казалось мне невозможно там получить золотую медаль 100 баллов по химии все равно я понимаю что это осуществимо и это дает больше каких-то перспектив потому что я все равно стремлюсь даже если цель кажется совсем нереальной но вот мы говорили с андреем который был у нас сегодня тоже в этой студии что все равно сегодня во всех школах когда идет подготовка к единому государственному экзамену пользуются услугами репетитора вы считаете это нормально это связано с тем что нет времени просто не успевают учителя до донести информацию или все-таки это говорит о каком-то вы же можете стать одну одним из разновидностью одной из разновидностью вашей профессии будет возможность работать учителем химии может быть учителя что-то не дорабатывают но достаточно противоречивый вопрос но он провокационно да но вообще я считаю что хороший компетентный учитель он даст своим ученикам все знания потому что допустим моя мой учитель по химии она настолько вкладывала в нас все свои усилия все знания что не нужны были никакие источники дополнительной информации если нужно она сама их давала ссылки в интернете то есть говорила где чем пользоваться можно то есть настолько человек погружен в свою деятельность вот видите как а мы все про репетитора вы думаем скажите теперь самое интересное то что было из химии немножко из физики это опыты лабораторные вам это доставляло удовольствие доставляет вообще чтобы что-то пыхтело там конечно это всегда интересно но нельзя к этому приступать не зная теории а когда ты знаешь все это как в теории происходит это в принципе предполагаешь как это будет на практике ну на насколько мне известно раньше все таки опытов было больше сейчас их поменьше стало да почему боятся что вы взорвете школу или лицей но опять таки это уже к современным технологиям и в принципе то есть мы уже у нас большая большая часть опытов уже проведена кем-то мы можем и в интернете посмотреть как происходит химическая реакция ну ничто ж не заменит практику но вы же поняли я вот опять же до начала программы вспоминал свою как свое конкретное скажем так знакомство с химией непосредственно когда занимался фотографии там проявление проявитель фиксаж закрепить или так далее там такие вот названия конечно для людей моего поколения неизвестны и я помню что это все производилось там перчат ну чтобы как-то вот то есть это тоже фактически да какой-то опыт маленький понятно что там ничего не взорвется но тем не менее то есть химик это все-таки немножко бесстрашный человек то есть он должен быть готов к тому что где-то неожиданно загорится что-то и надо принять какие-то меры да да но да есть очень много несчастных случаев допустим с химиками есть даже женщина мария кюри тоже изучая радиоактивные элементы она внесла огромнейший вклад в наук но пожертвовал своей жизнью то есть ну да я понимаю риски на которые иду вот вы сами опять же теперь спровоцировали меня на вопрос по поводу той же самой радиоактивности кстати наверняка мы же сейчас считаем радиоактивность ну то есть вот эти это это направление да атомные электростанции некоторые страны от этого отказываются как вы считаете может быть нам тоже забыть про вот эти вот радиоактивные и более природными или все-таки есть шансы будущее у этого направления опасного для жизни всего всей планеты вообще это действительно опасное направление но она позволяет изучать очень подробно какие-то вещества и это дает большую энергию то есть какие-то радиоактивные взаимодействия они изучение их помогает нам допустим понять больше даже о строении нашей планеты потому что есть конечно очень не буду сейчас эту сферу затрагивать на про нашу землю как все произошло но если с научной точки зрения этот вопрос рассматривать то мы можем больше понять как была сформированная земля то есть из чего состоят какие-то вещества и может быть найти еще что-то покруче да вы к этому ведете которая будет как энергия более серьезная чем дать я то что мы ими вот и будет безопасно может земля просто ждет когда мы к этому прикоснемся возможно это сделаете вы с вашими друзьями да все может быть мне очень приятно что алина по моему просто готовы уже человек для химических работ и если все химики будут как алина карелина тогда я поверю что какие-нибудь чипсы с со вкусом грибов как мы тоже шутили на эту тему что они безопасны для нашего с вами здоровья спасибо вам огромное мы желаем вам поступить обязательно поступить и последнее чтобы вы себе пожелали вот через 20 лет предположим посмотрите сегодняшнюю запись из сегодняшнего дня чтобы вы пожелали себе ну я бы себе пожелала все равно идти к своей цели никогда не сдаваться даже если все вокруг говорят что что-то невозможно совершить все равно всегда можно попробовать можно попробовать да вы так считаете уверен на сто процентов я вижу что уверен алина карелина выпускница лицея номер 12 городского округа люберцы которая получила 100 баллов по егэ предмет сложный по химии для меня это фантастика я вас поздравляю желаю всем вашим родным близким побыстрее возрадоваться тому что вы поступили но и ждем от вас открытия новых элементов чтобы жизнь наша стала а дольше и б лучше спасибо большое это была программа открытый диалог вот такие замечательные выпускники и будущие абитуриенты живут городском округе люберцы с вами был николай пивенко до свидания и и и Субтитры создавал DimaTorzok